Неделя до выборов. Одни кандидаты рассуждают о зиме и восстановлении Донбасса, другие против любой неприкосновенности в политике. Кто и о чем смотрите, выборы и выбор делать вам. Действующая власть перекладывает тяжесть решения проблемы отопления на плечи простых людей, заявляет в сильной Украине. Пострадают пенсионеры и незащищенные категории граждан, при том, что для этих нужд можно было бы привлечь газ внутренней добычи. Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем сейчас была изменена методика, только благодаря которой в два раза увеличилась цена. Потому что раньше цену на тепло разбрасывали на 12 месяцев, сейчас ее сконцентрировали только на 6 месяцев. Только из-за изменения методики цена, которую люди будут платить в эту зиму, в два раза больше. Лидер гражданской позиции Анатолий Гриценко выступает за отмену неприкосновенностей для всех власть имущих, депутатов, судей и не только. В результате Иловайской трагедии погибло около тысячи военнослужащих. Такие данные промежуточного заключения Временной следственной комиссии Верховной Рады. Как сообщил ее председатель Андрей Сенченко, к трагедии в Иловайске привели ошибочные кадровые назначения. Ошибочные кадровые решения существенно осложнили обстановку. Ошибочные кадровые решения по назначению министра обороны и начальника генерального штаба Муженко. Оппозиционер Юрий Бойко презентовал план восстановления Донбасса. Он основан на трех китах. Первое. Мы добьемся от правительства выделения 15 миллиардов гривен на восстановление Донбасса. Второе. Мы создадим новые рабочие места и возродим предприятия. И третье. Мы восстановим инфраструктуру региона. Отвернулась власть от людей, которые десятилетиями создавали страну, сказал оппозиционер Александр Вилкул на встрече с семьей героев социалистического труда Тамары Зинченко и Сергеем Гладким. Наши герои еще раз напомнили всем, что 28 октября 70-летие освобождения Украины от фашистов. И не для того полегли в землю на фронтах Великой Отечественной миллионы наших солдат, чтобы через 70 лет их подвиг был забыт, а власть отвернулась от наших ветеранов, от наших пенсионеров, от тех людей, которые всю свою жизнь положили на создание нашего государства у станка и на доменных печах.